Русский Боб заехал в тупик. 19 место на первом этапе Кубка Мира, а потом как в мыльной опере. Скандалы, интриги, преследования. Олимпийский чемпион Сочи, дважды серебряный призер чемпионата мира, обвинил в провале главного тренера сборной России канадца Пьера Людерса, обозвал его самодуром и ушел из команды. Разгоняющий Дмитрий Труненков в эксклюзивном интервью спортивному интересу не стеснялся выражения. Это унизительно, да. Я спросил, скажите, пожалуйста, почему у нас нет старта, в чем провал, что мы не так делаем? И меня просто поразил ответ. Кто-то согрешил, что реакция действительно неадекватная и она недопустима. Труненков вспоминает, за плохое выступление старослужащий Людерс в сборную он уже третий год наказывал детовским способом. Там кого-то заставляют подметать гараж, кого-то заставляют носить вещи. Канадец не давал спуску никому, не поздоровался с тренером. Это залет спортсмен. Под ливнем он заставил их бежать за минивеном, а мы, те, кто не провинился, должны были хлопать в ладоши, подгонять их и говорить, давай быстрее, 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 быстрее. Это, по словам спортсмена, стало последней каплей. Разгоняющий Труненков не выдержал издевательств и сбежал из сборной к себе в Красноярск. А в немецком Кеннинг Зее канадский тренер готовит российских бэпслистов к третьему этапу Кубка Мира. Диктатор, как его называют некоторые спортсмены, любезно согласился на интервью, но острую тему ловко объехал. Во-первых, я не комментирую то, что пишут в газетах. Во-вторых, я ничего не читал. Все, что могу сказать, мы готовимся к сезону. Нужно понимать, что есть правила в нашей команде, которые каждый из нас должен соблюдать. Вне зависимости от того, начинающий ты спортсмен или олимпийский чемпион. Тренера нужно уважать. Но если поднести гараж, вы называете это издевательством? Я считаю, нет. Это дисциплина должна быть. В основном наказание, если заставили спортсмена поднести, значит, нарушил режим, опоздал. Если в команде атмосфера ненависти, то почему другие спортсмены не сбежали? Пьер эмоциональный человек, от него многое можно ожидать. На самом деле, ничего такого катастрофичного не произошло. Все ребята отбегали, и никому за это сложно от этого не стало. Никакого разлада нет, ребята все едины. Команда остается командой. Пьер Людерс 20 лет выступал за сборную Канады. Запредельные нагрузки для него – дело привычное. У соперников один его вид вызывал шок и трепет. У многих сдавали не только нервы. Именно он подготовил российскую сборную к Олимпиаде в Сочи и привел ее к двум золотым медалям. А что же начальство? Президента Федерации Бобслея перехватываем на пути в аэропорт. Георгий Биджамов торопится в Германию. Лично разобраться, кто раскачивает русский боб. Надо понять, что произошло. Сейчас вот так сказать гласловно там. То, что по моим данным, его никто не выгонял из команды. Была его инициатива. Противостояние российского спортсмена и канадского тренера. Звездный характер против дисциплины. Кто останется на бабах? Я как профессионал считаю вообще неправильным. То есть в соревновательный период это вообще недопустимо бегать кросс, когда садится и вся взрывная работа, и скоростная работа. А что они должны делать? Стоять или сидеть? Если какая-то слабая физическая подготовка, если надо бежать с утра, значит надо бежать с утра. Все просто. И вот тут я совершенно солидарен с главным тренером, кто бы это ни был. Иностранный специалист, российский специалист. Дисциплину никто никому не отменял. Тренерский штаб уверяет, двери в сборную открыты для всех, но умолять вернуться никого не будут. Лихая зима начала. Если на первом этапе мы пришли девятнадцатыми, то на втором уже шестыми. Дерри Беспалов, Евгений Стаценко, Марат Садиков и Константин Гальденцвайк. Матч ТВ.